Всем привет! Сегодня я решила записать вам видео вот с такого прекрасного места. Сейчас я вам покажу. Вот с такого волшебного места на горе в Афинах. И то, что я хочу вам сегодня рассказать, это связано с тем, что женщины... И о женщинах, и о работе их пятой. Пятая чакра наша — это горло. Это наше выражение себя. Это как мы проявляем себя в этом мире. И как мы выражаем и даже свою сексуальную энергию в виде творчества, в виде произведения искусств, в виде себя, как мы себя несем, как мы себя выражаем. Как мы говорим то, что чувствуем. И вот очень много тысяч лет эта пятая чакра для женщин была закрыта. Она закрылась, и закрыли постепенно её, потому что решили, что выражать свои логические мысли может только мужчина. И таким образом мужчины закрыли свою чувственную чакру, а женщины — свою логическую чакру, своё выражение. И в жизни сложилась такая ситуация, что женщина, когда хочет выразить себя, или защитить себя, или принять какое-то решение, она как бы подсознательно ищет того мужчину, который сможет это сделать за неё, который защитит её, который встанет на её позицию, поймёт её, и потом таким же образом примет решение правильное. Но кто сказал, что это будет правильное решение? И опять же, это будет мужское решение. Так вот, что я хочу вам сказать. Что пришло время раскрыть нашу пятую чакру. Пришло время выражать себя. Пришло время говорить. И говорить то, что вы чувствуете. В первую очередь для самой себя, а потом для всего мира. Поэтому не бойтесь своих чувств. Не бойтесь выражать свои желания через ощущения, эмоцию и слово. И когда вы, если вы находитесь в отношениях только с самой собой, то есть у вас нету постоянного партнёра, который привыкли вы, что он действительно с вами в унисон и защищает вас, и он есть ваше мужское отражение вашей сущности, тогда в такие моменты мы не превращаемся в состояние жертвы. Мы не уходим в эту жертву, а мы включаем активность нашего внутреннего мужчины, того внутреннего красавца, который живёт в каждой женщине и который может защитить её, когда ей это надо, полностью поддерживая внутреннюю женщину, которая есть в вас. И вот эта вот внутренняя гармония, когда внутренняя женщина остаётся в своей женской энергии, а мужская часть в мужской энергии, объединяясь в единую энергию с правильным гармоничным взаимообменом, приносит в нашу жизнь такую же гармонию внутри, снаружи. Сначала внутри, а потом снаружи. Поэтому чувствуйте себя, свою внутреннюю женщину, разрешите своему внутреннему мужчине делать, выражать себя. Объедините это, и вы увидите, как это прекрасно, быть цельным человеком. И там закопано очень много энергии. Как только вы начнёте открывать свою пятую чакру, у вас появится очень много энергии. И не забывайте, что ваша сексуальная энергия второго центра, второй чакры, выражается через пятую. И это совершенно другой уровень и совершенно другое сознание. Я вас люблю, обнимаю и желаю, чтобы у всех это получилось.